Всем привет, друзья! Вы на канале об инвестициях и не только о них. Если вас эта тематика интересует, подписывайтесь на мой канал. На нем я рассказываю о фондуум рынки, о пассивном доходе простым доступным языком и учусь инвестировать вместе с вами. Ну что, друзья, на выходных, как обычно, разбираем ваши комментарии к моим видосам за прошедшую неделю. Ну и традиционно начинаю со слов благодарности. Спасибо огромное всем моим зрителям, всем моим подписчикам. Друзья, спасибо за лайки, за просмотры, за комментарии. Так, держать, друзья, очень сильно ценю. Ну и перед тем, как мы начнем, попрошу вас поставить мне лайк и за этот видос тоже. Спасибо огромное, погнали! Ну давайте, наверное, начнем с результатов опроса, который... Два, точнее, даже было опроса, который я запускал на прошлой неделе. Вот один из них звучал так. Друзья, как считаете, в этом году сработает старая ковбойская биржевая поговорка «Sell and may and go away», ну то есть «продавай и уходи». И, друзья, вы видите, что мы оптимистично настроены. Всего лишь 24% полагали, что май будет минусовый. 76% зрителей считают, что все это уже не актуально и будет плюс. 51 человек проголосовал. Ну пока, друзья, май еще не закончился. У нас еще торговый понедельник, но все идет к тому, что большинство, видимо, право. Ну, друзья, это здорово. Я тоже в начале месяца, как вы помните, прогнозировал, что в итоге мы все-таки отторгуемся в плюс. Так оно пока и получается. Ну и второй опрос. Отношение к биткоину и криптовалютам. Мне это любопытно, поскольку я об этом вам периодически рассказываю, даже видео снимаю. Так вот, мне интересно, как вы к этому относитесь. Результаты были следующие. 33% полагают, что криптовалюта – это зло. 33% полагают, что эта тема интересная, но опасная и рисковать неохота. Это, собственно, большинство проголосовавших. 11% бы попробовали, но сложно во всем этом разобраться, друзья. Если сложно, то первая моя рекомендация – это откройте мой плейлист криптовалюты и биткоин. Там, не помню сколько, 5 или 6 видео. Посмотрите их все, они не длинные. Я думаю, у вас вопросы, собственно, уйдут, если проблемы именно в этом. Пробовал торговать, но прогорел 7%, к сожалению. Видимо, есть и те, кто обжегся на криптовалютах, но сделать это было не мудрено. Особенно вот в последний момент, когда биткоин обвалился до 30 тысяч долларов и торгуют в плюс за криптой будущее. Так считают 16%. Ну, я, друзья, не знаю даже, к какой категории бы отнес себя. Ну, наверное, к последней, но сказать, что прям за криптой уж такое прям будущее, я не могу. Мы видим, что государство при желании может не только ограничить вот этот криптомайнинг и торговлю криптовалютами, их обращение, но может просто все это нахрен запретить полностью. Поэтому говорить о том, что за этим будущее я бы не стал, но и как бы отвергать все это я тоже не сторонник. Надо все-таки идти в ногу со временем и просто бояться каких-то перемен и прогрессивных явлений. Ну, мне кажется, это большая ошибка. Так что моя позиция такая. Я аккуратненько пробую, пытаюсь на этом заработать, но без увлеченности и без фанатизма. Ну что, давайте к видосам. Про Тинькофф я выкладывал видео в пятницу. Что интересно, я когда видео снимал, доходность по Тинькофф была у меня плюс 14%, а к вечеру она за неделю выросла на до 22% вообще. Ну, невероятно выстрелил Тинькофф. Удивительный, конечно, результат. Много было комментариев. Дима Иштуганов пишет, Тинькофф это банк в перемешку с IT. Тут надо и туда, и туда смотреть. Ренат, все хочу докупить Тинькофф, но у меня по ним 398% доходности, Ренат. Ну, это круто. Значит, Тинькофф, я понимаю, вы сидите дольше года, потому что это как раз примерно годовая доходность по бумаге. Вот, блин, виню себя за то, что многие советовали на просадке в феврале, в марте, в апреле 2020 купить Тинькофф, но я почему-то не прислушался. Да, друзья, наверное, это было ошибочно. Ошибочно, если бы на тот момент приобрел, сейчас бы тоже имел такую бешеную доходность. Серж Амелин пишет, имея уже приличный капитал в инвестициях, хотелось бы их защитить от обвала рынка. У меня знакомый говорит, есть спецпрограммы, где ставишь задания на фиксацию прибыли при сильном падении, и программа их продает, думаю, хорошая идея. Серж, ну мы с вами там побеседовали, я вам предметно отвечал на ваш комментарий, там вы еще вопросы задавали. Я вам так скажу, я вижу, что вы пока еще новичок, это неплохо, ни в коем случае не думайте, что я умничаю. Но вам начать надо, конечно же, с обучения в первую очередь. Программа такая, ну в отдельном варианте вряд ли существует, имеется в виду, разумеется, брокерские приложения, в том числе мобильные, где можно выставлять лимитные заявки, это любой брокер сейчас дает такую возможность сделать. Ничего сложного в этом нет, легко разобраться, то есть ставите take profit, и если цена достигает определенного момента, то брокер вашу заявку исполнит, вы бумагу продадите, таким образом фиксанетесь. Либо ставите stop loss, если бумага падает определенно, ниже определенного вами выставляемого уровня, то, соответственно, вы ограничите ваши убытки, ну и как бы не дадите бумаге падать еще дальше. Но я повторю то, что написал вам в нашем с вами диалоге, вы все-таки смотрите немножко не в ту сторону. Да, разберитесь в этом, возможно, эти инструменты вам помогут, но вам все-таки надо выработать стратегию инвестиций, при котором в вашем портфеле будут защитные активы, низкорисковые и такие высокорисковые, то есть акции и фонды, в этом случае вам не придется вот этим всем заниматься. И то, о чем вы говорите, это, ну в некоторой степени, конечно, страховка от обвала рынка, но в глобальном смысле страховка должна быть не в этом. Вы не должны ничего продавать на просадках, это тупиковый путь. Вы должны их просто не бояться, этих просадок, и наоборот, на них докупать. А вот как этого добиться, ну смотрите мой канал, задавайте вопросы, буду стараться вам отвечать, по мере возможности помогать. Я вас уверяю, если вы посмотрите мои видео, ну хотя бы там месяц, два, три, хотя бы какое-то время, то через это время у вас уже вопросов будет значительно меньше, и вы поймете, как надо инвестировать правильно. Олег Януков с видосом про итоги дня пишет, с помощью Сбера создаются и беспилотные зерноуборочные комбайны с искусственным интеллектом. Ну я вот, кстати, насчет вот этих искусственных транспортных средств, искусственно пилотируемых без участия человека, все-таки думаю, да, они, наверное, больше пользу принесут там, где нет оживленного трафика и где нет человеческого фактора. Ну как можно вот эту штуку отправить, ну беспилотник, отправить, например, в московские пробки и в московский трафик, где много людей ездить-то не умеют толком. Половина, наверное, по-русски слабо понимает, и о правилах дорожного движения у многих представление очень такое своеобразное. Ну у нас не Индия, но и не цивилизованная Европа, будем откровенны. Поэтому вот где-нибудь в поле, да, пустить там беспилотный комбайн, мне кажется, это нормально. А выпустить его в Москву, где куча хамов на дорогах и куча идиотов, ну это, мне кажется, очень опасно. К этому же видео Кот Маркот пишет, про дивы вообще нормально, надеюсь, введут и упростят геморрой. Друзья, ну кто упустил новость, обсуждается вероятность, чтобы брокер был налоговым агентом также по акциям иностранных компаний, по дивидендам. Сейчас, как мы знаем, это все надо декларировать и платить самостоятельно. Ну это сложновато. Я как бы в этом году это делал в первый раз, разобрался. Ну можно это сделать, но опять же, если это делал бы брокер за меня, мне было бы куда приятнее. Будем ждать, что вот эти изменения внесут, они были бы действительно полезны. Артем Чапа спрашивает, есть ли видео про налоговую отчетность по зарубежным акциям. Ну Артем, смотрите, если речь идет просто про разницу от купил-продал, то это все сделает брокер за вас по любым бумагам, вам ничего не надо отчитываться, это все в автоматическом режиме произойдет. Если речь про дивиденды, да, у меня эти видео есть, ищите на моем канале в разделе обучения. Вот буквально в апреле, наверное, я платил эти налоги и подробный такой основательный видос про это снял, как посчитать, где брать отчеты, как задекларировать, как внести в налоговую декларацию, все через онлайн. Ну такое длинное видео, не буду его пересказывать, найдите, посмотрите, я думаю, оно вам поможет. Дима Иштуганов поясняет, по какой причине в пятницу, как правило, коррекция на рынке. Это на самом деле так, я вот давно уже наблюдаю за торговыми пятницами, и в основном по ним минус. И Дима совершенно верно говорит, в пятницу кроются спекулянты, они закрывают свои позиции, как в лонг, так и в шорт, просто чтобы не переносить их на понедельник, потому что черт его знает, что случится за выходные, и это слишком рисково и непредсказуемо целых два дня не закладывать свою позицию в новости. Поэтому пятница, как правило, это такой день расплаты, и в пятницу хорошая торговая сессия происходит очень и очень редко. Денис СМ к моему как раз опросу про криптовалюту и биткоин спрашивает, ну и не только он, многие у меня эту тему спрашивают, была бы очень интересная информация про налогообложение. Ну и вывод на карту, ну вывод на карту, это там все просто и понятно, посмотрите опять же плейлисты мои про биткоин. Я на карту и с карты не вводил, не выводил, потому что это дорого, там более такой легкий и бесплатный есть способ, P2P называется, посмотрите, разберетесь. А вот что касается налогообложения, друзья, ну нет у нас пока механизма налогообложения криптовалюты. Здесь государство не имеет механизмов контроля. Единственное, чего делать не рекомендуется, это при транзакциях писать, скажем, ну если вы через P2P работаете, писать слова крипто, биткоин и так далее. То есть в принципе, если у вас будут какие-то огромные суммы, ну теоретически это могут отследить. Что касается налогообложения, здесь все просто и элементарно. Здесь все делается вами на основе, на принципах добросовестности, честности, законности. То есть вы просто получив весь доход по крипте, вы его сами добровольно декларируете. Налоговая пока инструментов отмониторить все это, ну объективно не имеет, особенно если там копейки какие-то по меркам налоговой. То есть вы сами получаете доход от криптовалют, по итогам года его высчитываете и декларируете по форме 3НДФЛ. Точно так же, как вы обязаны декларировать любой свой доход. Ну там, продали что-то на Авито, задекларировали. Продали автомобиль, задекларировали. Получили деньги за то, что там, не знаю, соседу забетонировали участок или подстригли газон на даче, задекларировали. Друзья, здесь ровно такая же схема. Вы мне возразите, да кто же это будет делать, нашел дурака. Ну тут уже, друзья, ваш собственный выбор, делать это или не делать. Но пока механизм таков, и мой вам совет, налоги лучше всегда платить, чтобы спать спокойно, это не пустые слова. Вот, кстати, от Сержа, про которого я вам рассказывал, очень прикольный комментарий. По своему многолетнему опыту в Газпром акциях порядка 30 лет сделал вывод, надо понимать, когда выйти и зафиксировать прибыль. А тупо сидеть на долгосроке не вариант, можно свалиться с высокой доходности и очень долго подняться. И смотрите, Серж, он работал в компании, то есть ему акции достались не через биржу, я так понимаю. И меня вот всегда интересовало, если среди моих зрителей люди, кто сидит в бумагах, ну более там 10 лет, более 15 лет. Так вот, смотрите, что он рассказывает. Как в моем случае, купил за 3 рубля, а, ну покупал, видите, покупал он их за 3 рубля в 90-х, к 7-му году выросли до 370, друзья, вы можете представить, какая доходность? И потом шлепнулись на сотку, так вот до сих пор болтаются уже 15 лет в коридоре 150-250. Вывод. Надо знать, когда выходить и перекладываться во что-нибудь другое. Многие ошибочно меня упрекают, что долгосрочное инвестирование это не рабочая тема, потому что, ну ты не можешь же купить бумагу и просто в ней сидеть вечно, да? То есть, во-первых, ты и прибыль не получишь, если не зафиксируешь, ну и плюс с бумагой же может что-то произойти. Друзья, еще раз хочу повторить всем, кто пытается меня в этом упрекать. Долгосрочное инвестирование не предполагает, что ты сидишь в бумаге 30 лет. Но это упрощенно, это слишком утрированное обвинение, понимаете? Посмотрите, что делает Баффет. Дершер постоянно отчитывается о том, что они купили то, купили это. Они что-то ребалансируют. Это не значит быть таким тупым ослом, который просто купил Газпром и сидит в Газпроме, несмотря на то, что, например, там газ уже никому не нужен. Надо постоянно читать новости, мониторить ситуацию. Разумеется, вы видите по моим движениям, что я периодически перекладываю свои деньги. Я что-то докупаю, что-то продаю, что-то иногда фиксирую. И я постоянно учусь. То есть я пытаюсь как-то лавировать на этих рыночных волнах. Долгосрочное инвестирование это не такое идиотическое вложение, когда ты вложил и просто через 30 лет такой уже заросшей бородой заходишь в брокерский счет и смотришь, а что там за 30 лет случилось. Нет, друзья, это постоянная работа над своими инвестициями. Но это означает, что ты просто не занимаешься этим ежедневно. То есть я провожу ребалансировки где-то раз в полгода, например. Ну и периодически что-то пополняю, докупаю. То есть я не сижу и не тыкаю в телефон по 10 раз в день продать это, фиксануть здесь полпроцента, переложить сюда 3000 рублей. Нет, я не занимаюсь вот таким вот абсурдом. То есть долгосрок это не значит купить и забыть. Это слишком упрощенный подход. Долгосрок это значит купить и периодически ребалансировать, но не слишком часто. Паша Петров пишет жизнеутверждающий комментарий «Завтра интернет рухнет, не дай бог, и хана вашим инвестициям». Паша, ну при чем тут мои инвестиции? Интернет это вообще не связанные никак вещи. Если вы думаете, что при обрушении интернета хана инвестициям, ну значит вы пока еще не разобрались в теме. Ну а то, что интернет может рухнуть, Паша, ну это конечно каждого из нас коснется и злорадствовать тут не стоит. Это и меня заденет с моим каналом. Ну и вас, я думаю, тоже. Наверняка вы приходите с работы и потом три часа сидите в интернете, смотрите разного рода видео и пишите вот такие идиотские комментарии бесполезные, как вот этот. Джон Скрудж написал, «А когда в фонде лежит кругленькая сумма и твой результат зависит даже от каких-то сотых процентов, я бы не сказал, что это скучно, но с другой стороны положил HD, можно сравнить с вкладом, инвестируя в фонды, но иногда тоже задумываюсь об акциях, не хватает какого-то драйва». Ну вот у меня получается где-то 70 на... Ну нет, поменьше, где-то 60 на 40, наверное, это что касается рисковых активов. Вот 60 у меня в акция, где-то 40% в фондах, ну и я хочу немножко довести где-то 50 на 50, чтобы у меня было. Ну и, друзья, по-разному. Бывают, конечно, акции, которые опережают фондовую доходность, бывают, которые сильно отстают от нее. Ну я пока вот такой водораздел себе определил, 50 в этом, 50 в этом, чтобы и полет для творчества какой-то был, ну и чтобы доходность, стабильность фондов тоже присутствовала. Рассказывал я как-то про Ford, что чуть его не купил, ну и там про акции Ford. И вот Евгений Логинов в видео с итогами дня пишет, Ford классный автомобиль. Евгений, да я вообще не спорю, на самом деле классные машины, блин, ну американцы хорошие машины делают, будем откровенны. Ну я там просто объяснил, почему я конкретный фокус не стал покупать, потому что низковат раз, дороговат два, ну и в обслуживании слишком дорого, плюс у меня еще дилер уходил из региона, это тоже очень большая проблема. Ну где потом обслуживать машину, особенно гарантийный период, я сторонник все-таки обслуживаться у дилера, ну хотя бы по каким-то таким важным вещам, там электроника, движок, коробка, понятно, что там, я не знаю, колодки поменять любой дядя Васе сможет, но уходящий дилер при гарантии, это мне кажется, очень большой недостаток, а так против Ford ничего не имею, Ford хорошие тачки. Кот Маркот спрашивает, будешь ли ты ставить VPN, если запретят YouTube, ну я-то VPN поставлю, и вы поставите, и я думаю, значительная часть продвинутых людей поставят, но все равно народ отсклынет, я вас уверяю, поток зрителей из YouTube, ну по моим предположениям, если его действительно замедлят или заблокируют, он уменьшится процентов так на 70-80, останется очень небольшая продвинутая часть, но по факту этот видеосервис умрет, что будут делать остальные, ну куда-то там в ВКонтакте, наверное, пойдут какие-то видео ВКонтакте, в Яндекс.Дзен и во все остальное, что тотально и поголовно контролируется, а в YouTube останется какая-то группа ну таких диссидентов, идейных фанатиков, кто захочет получать какую-то более-менее честную информацию. Гор Н спрашивает моему видео про дивидендный гэп, почему он происходит, потому что бумагу массово продают. Вот я бы так сказал, я не думаю, что это прям связано непосредственно с продажей, но это такая реакция рынка на то, что бумага становится менее прибыльна ровно на размер дивидендов, то есть на следующий день после отсечки бумага становится менее интересна на размер гэпа, то есть в нее уже не заложена потенциальная доходность от будущих дивидендов. А продают их на эту сумму или не продают, ну я вот, если честно, даже не знаю эту моторику и механику, но я думаю, что не обязательно бумаги продают. Бумаги просто дешевеют, потому что на них становится меньше спрос. Хит Суден пишет, на сайте Полиметалла написано, что инвестор должен самостоятельно подавать декларацию, ну там речь идет про дивиденды. Да, совершенно верно, вы все правильно поняли и правильно они пишут, так что я вот в этом году сам декларировал как раз дивиденды по Полиметаллу и заплатил по ним налоги, проблем нет. Артем Чапа меня спрашивал, как выгодно пополнить баланс на Бинанс, я ему там ответил, ссылочку на видео дал, где я об этом рассказываю и вот буквально через несколько там минут он посмотрел, видимо, отписался четко и понятно, спасибо. Пожалуйста, друзья, если кому-то помогаю, мне очень приятно. Павел Осипов, привет, большой моему давнему зрителю, откуда 800 тысяч в портфеле, я что-то пропустил, нет, Павел, я потом объяснился, у меня было пополнение, но вот, блин, Павел весьма наблюдателен и заметил, что у меня произошли изменения, все как бы, все верно, да, пополнение было. Юрий Федоров обнаружил недостатки ETF, он пишет, что фонды не платят дивы и еще берут комиссии, Юрий, все верно, если у вас получится инвестировать в акции с большей доходностью, чем просто покупать фонды, ну, блин, Юрий, тогда вам нет смысла покупать фонды, инвестируйте в акции. Вот, очень крутой человек, у меня на канале есть AK, пишет, что около 30% всех средств держит в биткоине и не переживает, после 2018 года ему уже ничего не страшно, ну, я бы так не рискнул, я, признаться, боюсь держать даже 1%, не то, что 30%, ну, пишите периодически, рассказывайте, ну, тут еще имеет значение, сколько у вас денежных средств, если у вас всего на, в инвестициях, скажем, 50 тысяч рублей, ну, тогда не страшно, наверное, держать 30% из них в биткоине, ну, а если у вас там 5 лимонов, например, ну, тогда вы очень бесстрашный человек. Диме Иштуганову, кстати, гигантская благодарность, постоянно отписывается с такими мини-обзорами по рынку, с точки зрения теханализа, Дима, спасибо огромное, я читаю с огромным интересом, ну, я думаю, другие мои зрители тоже этим комментариям благодарны. Все, друзья, буду закругляться, было очень много комментариев за эту неделю, но вот ответил на те, что успел, прошу меня за это извинить, если вдруг чей-то комментарий пропустил. Спасибо вам за внимание, подписывайтесь на мой канал, буду рассказывать о фондовом рынке, о пассивном доходе, простым доступным языком и учиться инвестировать вместе с вами. Отличных выходных, всего вам самого доброго, пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok